Привет, я Гриша, это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас очень симпатичный товар от компании Reximex или Reximex, кому как угодно. Это линейка Tron, калибр 6.35. И вы бы видели, в каком кейсе она поставляется, точнее он. Я думаю, что после такого уже стоит просто взять и не продолжать это видео. Всего доброго. Ладно, шучу. Также вот этой компании у нас есть обзор на очень крутой симпатичный пистолет. Можешь посмотреть его здесь. Я прям рекомендую. Интернет-магазин Попади в Десятку. Серия Tron относится к спортивной линейке пневматики, имеющей колбу. Колба вмещает в себя 425 кубических сантиметров. Заправляется она через насос или компрессор. Заправка происходит через заправочный порт. Он находится с задней стороны. А в комплекте для заправки идет насадка для, собственно, твоего насоса или компрессора. Процесс заправки можно отслеживать на манометре, который сейчас смотрит на тебя. Рабочее давление 200 бар. Оно как раз и оптимальное для хранения и переноски. Так что за сохранность своего редуктора ты можешь не переживать. Вообще, говоря о манометрах, не нужно иметь глаз-алмаз, чтобы заметить, что их здесь два. Да, здесь два манометра. Это очень интересно. Первый, как я уже сказал, отвечает за давление в колбе. А второй редукторный. За редукторное давление. Далее, ствол. Он тут нарезной, вывешенный. Для того, чтобы накачанный резервуар не подвинул ствол, создавая крен. Вообще, главная фишка для меня в том, что здесь в буллпапе, да, это компоновка буллпап, рычаг находится спереди, что является редкостью для компоновок буллпап, где обычный рычаг взвода находится сзади, то есть здесь у руки, а здесь он спереди. К тому же он еще и биатлонного типа. Мне лично биатлонного типа нравится больше, чем обычный боковой взвод. И да, этим взводом ты будешь пользоваться постоянно, потому что винтовка в одиночном режиме, перед каждым выстрелом она требует, чтобы ты ее взвел обратно, поставил и сделал выстрел. Ага, смотри, видишь, не получается нажать. А почему? А потому что нужно воспользоваться предохранителем. Он тут механически блокирует ось спускового крючка. Соответственно, я его вниз отжал и произвел выстрел. Ага, не хочет. Вот так. Вот, теперь выстрел произошел. Ложа тут симметрична, она будет удобна как правшам, так и левшам. И самый сок здесь в том, что, смотри, тут стоят заглушки. Вот они. Если их открутить, то можно переставить рукоятку справа налево. То есть, вот я, например, правша. Я держу винтовку правой рукой, точнее стреляю правой рукой. И мне удобно перезаряжать правой рукой. Но, если бы я был левшой, то, соответственно, я бы стрелял левой рукой. И вот мне не совсем удобно было перезаряжать правой. Я бы хотел перезаряжать левой. Соответственно, я бы просто открутил и сюда перенес на эту сторону рукоять взвода. И вообще, жил бы в счастье. Так, что касаемо выстрелов. Здесь в комплекте идут два магазина. Вот они, барабанного типа, на 10 финцовых пуль, калибре 6,35. И в комплекте также идет лоток для одиночного заряда. Винтовка способна выдавать 330 метров в секунду. Однако, естественно, она поставляется ослабленной, что снижает показатель скорости раза так в три. Но здесь, как говорится, все в твоих руках. И говоря о твоих руках, здесь специально установлена регулировка пружины ударника. То есть можно отжать или ослабить. Еще есть поворотный клапан перепуска. Все. Больше я про это ничего не скажу. На верхней части ствольной коробки прицельная планка виверна 22 мм и ласточкин хвост на 11 мм. Это для дополнительной оптики, так как целиться тебе по-любому придется. А здесь делать этого никак не получится, потому что ни мушки, ни планки целика нет. Поэтому без дополнительной оптики ты вряд ли сможешь пострелять хотя бы на какое-то приличное расстояние. Также снизу дополнительная планка вивер. Это для установки сошек или фонаря. И еще стоит отметить, что здесь есть затыльник. Он прорезиненный. И его можно настроить под себя, по вертикали. Нажимаешь кнопочку и либо вверх, либо... Вот не совсем это, конечно, удобно производить, но вот таким образом, либо вниз. В общем, как тебе удобно. Хочешь ниже, делай ниже. Хочешь повыше, сделай повыше. Все предусмотрено. В общем и целом аппарат выглядит и ощущается весьма качественно. Я думаю, камера это передаст. Винтовка сама по себе нелегкая, 4 килограмма, длина у нее 805 миллиметров, ствол 580, а высота 210. Главное преимущество этой винтовки в том, что здесь все регулируется. Редуктор, пружина, ствол. Вот это, например, болтик для съема ствола. Ты откручиваешь и можно полностью его оттуда достать. И затвор здесь регулируется. Короче, это очень удобно и универсально. И главное, что все это можно настроить под себя очень быстро, то есть буквально в полевых условиях. Я бы порекомендовал эту винтовку исключительно в профессиональные руки, которые понимают, для чего им она нужна. Ну и тем, кто любит все настраивать под себя. Для охоты, как мне кажется, он будет, ну, мало пригоден попросту ввиду своей сложной конструкции. Но тут уж выбор как бы делает каждый сам. И вот при всем богатстве функций, качества, большого потенциала под настройку для себя, винтовка имеет вполне адекватный ценник. Приобрести ее сможет любой желающий, которому исполнилось 18 лет. Потребуется только паспорт и money, money, money. Ну, а ты стреляй в свое удовольствие, но не попади в закон. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. А на этом, собственно, все. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Напиши в комментариях, почему оно тебе понравилось. Можешь даже поделиться этим видео в социальных сетях. Если оно тебе не понравилось, тем более, нажми дизлайк и напиши, почему оно тебе не понравилось. Мы абсолютно открыты к адекватной и заслуженной критике. А любая твоя активность помогает нам становиться лучше. Делать наш контент интереснее и качественнее. Поэтому в этом мы можем помочь друг другу. Я Гриша. Магазин попади в десятку. Чао.